Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Когда я общаюсь с парням, сначала всё хорошо, мы начинаем друг другу нравиться. Но в один момент я всё порчу, я что-то говорю не то и всё отказываю назад. Человек от меня отстраняется. Мне говорили, что я неопытный, что я не стрелял, что я сама не знаю, чего хочу, как с этим справиться, где набрать опыта, как не нести бред при общении с парнем. Ситуация на самом деле довольно непростая в этом смысле. Потому что не всё так однозначно, не всё так просто в данном случае. То есть нужно в первую очередь вам понимать, с чем связано подобное модель поведения. Действительно ли вам не хватает опыта? Вот. Действительно ли вам его не хватает? Или, может быть, вы просто делаете отношения для себя сверхозначными? Например. Например. Волнуетесь? Боитесь? Чего-то. Например. Понимаете, да? То есть, тут есть, на мой взгляд, ряд нюансов. на которые вам имеет смысл обратить внимание. Не стоит также забывать и о том, что мужчины, если мы говорим о мужчинах, могут вас как-то вот принижать. Мужины могут вас обесценивать, могут вами манипулировать. И вообще, в принципе, люди могут, ну, вами манипулировать, люди могут относиться к вам несколько не так, как вы этого заслуживаете. Ну, и дело здесь совсем не в том, как вы себя ведете, а дело здесь скорее именно в том, каких людей вы выбираете. Себе для общения. Вот. Поэтому, важно здесь определиться с тем, как вы выстраиваете модель взаимодействия с мужчинами. Понятно? Тут ведь важно еще понимать, чтобы вы не потеряли себя. Тут важно, чтобы вы, ну, как-то вот не отстранились от себя. То есть, чтобы вы оставались собой, это тоже, на мой взгляд, очень-очень важно. По крайней мере, мне так это, ну, представляется. Вот. Мне представляется то, что очень важно, чтобы вы могли оставаться с собой. И, наверное, задача, задача, задача нас, у вас, как, вот, психологов, заключается в том, чтобы помочь вам быть собой. в первую очередь, в первую очередь, чтобы вы могли быть собой, с собой, чтобы вы могли получать наслаждение. у вас пепла. Понимаете, да? Это, на мой взгляд, один из самых важных моментов. Поэтому я бы не сказал бы, что вам обязательно нужно становиться зрелой, как вы вот сами от себя требуетесь. При этом обратите внимание, что вы пытаетесь быть более зрелой для того, чтобы находиться в отношениях с мужчиной. Это означает, что вы хотите меняться для кого-то. А это в свою очередь означает, что вы можете довольно легко стать зависимым, ну как бы здесь. И на мой взгляд делать этого категорически не нужно. Потому что хорошего вы в этом смысле ничего не добьетесь. Что касается, в принципе, какой-то вот зрелости, да, что касается, ну, в принципе, какого-то развития, что касается, в принципе, какого-то роста, то здесь, конечно, я бы предложил предложил бы в первую очередь личностный рост вам. Вот. Ну, в принципе, личностный рост и развитие. Если вам это интересно, конечно. Но делать это лучше со специалистом. Делать это лучше с психологом. Потому что именно психолог может вас направить туда, где вы можете сами не увидеть и не заметить какие-то нюансы. Так, по крайней мере, мне это видится. Поэтому я бы в этом смысле постарался бы меньше обращать внимание на мужчин, больше обратить внимание на то, для чего они вам, почему, откуда такое, такое у вас стремление к тому, чтобы быть с, ну, вот, с мужчиной, например. Да? Вот. То есть, для чего это вам, что вы в этом пытаетесь для себя реализовать, какое значение для вас имеет это, какая вы и так далее. Это очень важный момент. Понимаете, какая штука. Если вас человек как-то вот отвергает в начале, ну, в начале беседы, в начале общения, если вы же не можете сказать что-то не так. Так? То это ведь означает только то, что человека довольно-таки легко, например, задеть. У человека довольно-таки, получается, шаткие личные границы. А самое главное, что с таким человеком вы, скорее всего, не сможете быть собой. То есть, вам фактически не получится быть естественным в общении с таким человеком. И возникает, как мне окажется, вполне логичный вопрос. Зачем тогда вам такой человек нужен, с которым нужно выбирать, как себя вести, с которым нужно выбирать, что говорить и так далее. Это же во многом постоянное напряжение. Это же во многом постоянный контроль, постоянный страх. И мне кажется, что вам здесь нужно спросить себя, таких ли отношений я хочу. Понимаете? Какая штука? Вы можете... Вы можете находиться... в такого рода взаимодействии. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего ужасного. Но вопрос-то в том, будете ли вы счастливы при таком раскладе. И вот как показывает практика. К сожалению, как правило, люди скорее не счастливы в такого рода отношениях, чем счастливы. К сожалению. Понимаете, да? И потому, как мне кажется, очень важно очень важно соблюдать вот ту грань между с одной стороны личностным ростом. Ну, вашим. А с другой стороны возможностью, необходимостью оставаться собой. Это не одно и то же. Это не всегда просто. Вот. Как-то так я бы вам ответил бы на вопрос, который вы задаете. вот. Естественно, здесь нет сути. Ну, ваше вопрос. То есть, не совсем понятно, О чём идёт речь, что именно вы говорите не так и кому. Здесь нет описания того, какого человека или каких людей вы выбираете к себе для отношений. То есть, ну, что это за люди, да, например. Что у вас с ними, с этими людьми, общего, а есть ли у вас с этими людьми что-то общее, понимаете, да? То есть, тут вот много деталей, на которые, как мне кажется, нужно обратить внимание. Начать себя ломать или начинать себя как-то вот выстраивать, чтобы быть идеальной для кого-то довольно легко. Но, куда это приведёт? Вот в чём. Вопрос, который я бы хотел, чтобы вы себе задали. И стоит ли мужчина, парень, того, чтобы вы к себе так отношились? Кого он будет видеть рядом с собой? Вот, на что вам нужно обратить своё внимание. Ну, в любом случае, надеюсь, подписчику для размышлений я вам дал. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!